Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим лагман. Почему я хочу приготовить лагман? Во-первых, потому что вы меня закидали просьбами. Приготовь лагман, приготовь бешбармак и еще несколько там таких ключевых, как бы таких вот блюд, которые надо приготовить на канале. Ну, надо лагман приготовить, так надо. Второй повод, из-за которого я решил приготовить лагман... Нет, точнее не так скажу. Почему я не хотел готовить лагман до этого? Потому что в лагмане самое запарочное это приготовить лапшу. Ну, серьезно, плотное тесто, долгая процедура, все это долго надо делать, но сейчас у меня появился повод в виде паста-машины. Моя мечта сбылась, компания Philips, я у них попросил, говорю, давайте мне пасту-машину присылайте. Они мне прислали пасту-машину, и теперь я буду домашнюю всякую лапшичку делать. Вообще, с помощью нее я сделаю лапшу натуральную, домашнюю, но гораздо проще. Я, кстати, до сих пор не определился, лагман это второе блюдо или это суп, вот честно. То есть, ну, скорее всего, это второе блюдо с огромным количеством подливки, но в то же время его можно кушать, как такой очень густой суп. Ребята, кстати, с похмелюги подойдет очень здорово. Давайте пройдемся по ингредиентам, и я буду рассказывать, как готовить лагман. В первую очередь, лагман это, конечно же, лапша. Для того, чтобы сделать лапшу, я буду пользоваться вот мерными стаканчиками, которые были приложены к паста-машине. Здесь вот, ребят, где-то на 250-300 граммов лапши мы сейчас ингредиенты используем. Это будет вода, это будет один мерный стакан муки, это будет яйцо. По большому счету, все. Это мы отставляем, и за нас паста-машина сделает всю работу. Второе, что очень важно в лагмане, это мясо. По большому счету, можно использовать, какое вы хотите. В моем случае, это баранина. Я даже поменьше кусочек возьму, я буду небольшую порцию делать. Это барашка. Можно использовать говядину, можно с курицей делать. Обязательно лучок, обязательно чесночок, звездочка бадьяна и зира. Это то, что как бы, ну вот, придаст восточности, да. Конечно же, соль, конечно же, острый перец, помидоры, болгарский перчик. Я еще использую репу. Купил я репку, тянем-потянем, вытянуть не можем. И, в общем, ее я тоже добавлю. Ну и зелень какая-либо. У меня это будет кинза и зеленый лучок. Вот такой набор. Можно еще добавлять картошку. Честно скажу, готовить вот такие национальные блюда, вроде плова, лагмана, там, бешбармака, на канале очень страшно. Потому что я не знаю, откуда вы беретесь. Но вот понабегает куча знатоков, которые знают, как правильно делать лагман. Правильно делать лагман. В первую очередь, лагман, это, конечно же, вытяжная лапша. Ну, ребят, современные технологии. Блин, зачем мне вытягивать лапшу, тратить на это, там, час времени, когда у меня есть паста-машина? Я сделаю лучше выдавленную лапшу, и она будет абсолютно такая же. Практически такая же. Потому что лапшу вытягивают вот там вот, вот там вот в Азии. Это не от хорошей жизни, а потому что нет рядом там скалок каких-нибудь. Вот они вытягивают ее вот так вот, накручивают, как скакалка. Получается вот лапша для лагман. На это тратить время не вижу никакого смысла. Поэтому давайте будем проще. Лагман это хорошее второе блюдо, либо это практически суп, если мы делаем много бульона. Из лапши, из мяса, из кучи овощей. Даже лапшу можно взять, покупную, в конце концов. И начнем мы с приготовления соуса для лагмана. В вашем понимании соус это что-то такое жиденькое, типа кетчупа, которое можно куда-то добавить. В данном случае соус это очень крутая штука. Это и мясо, и овощи, и соус, и все, и жидкость, все это вместе. Погнали. А саму лапшу мы, конечно, приготовим в конце и сразу ее свежую отварим. Сначала лук и перец порежем соломкой. Помидоры нарезаем полукружочками. Чесночок просто измельчим, либо вот мелким кубиком, либо пластиночками, не имеет значения. Репку порежем кубиками. К репе можно добавить еще картошку, если хотите. Но, по большому счету, если есть лапша, то и картофель, в общем-то, не нужен. Ну вот репка у меня, у меня просто есть она. Просто вот так оказалось, что репку у меня в холодильнике. Кубиками ее. Баранину порежем, как вам удобно. Кубиками, соломкой, как хотите. Я порежу на достаточно крупную соломку. Теперь настало время какой-нибудь сковородки. Ну, или вок. В воке удобнее всего готовить такие блюда. Разогреваем растительное масло и обжариваем лук вместе с чесноком. Лучок должен зазолотиться. Да и чеснок тоже. Все это делаем на максимальной температуре. И вот когда лучок зазолотился, закидываем туда нарезанное мясо. И тоже обжариваем. Ну так, минутки 4. Сильно-сильно, видите, горит. Так и должно быть. Большая температура. Закидываем мясо постепенно, постепенно, чтобы температура не падала. Перемешаем. Добавляем все остальные овощи. У нас это помидоры, болгарский перец. По желанию можно добавить чили перец. Я добавлю несколько кружочков. Хоть немножко будет весело. И репа. Поготовим еще минут 5 и потом будем тушить. Добавляем звездочку бадьяна и щепотку зиры. Немножко ее перетрем в руках, чтобы она измельчилась и отдала аромат. И зальем примерно пол-литра воды для тушения. Я бы на этом этапе, наверное, еще посолил бы. Потом досолим до вкуса. Но все-таки немножко соли надо во время тушения. Я еще от себя добавлю ложку томатной пасты. Мне кажется, здесь это будет очень к месту. И цвет получится такой, знаете, более соусный, более красный. Вот после того, как соус закипел, уменьшаем огонь и смело оставляем на час-полтора. Желательно накрыть крышкой, конечно. После того, как соус протушился, добавьте туда рубленой зелени, посолите, все перемешайте. И попробуйте еще раз. И при необходимости еще раз посолите. Соус готов. Теперь можно заняться лапшой. Вот, смотрите, через полтора часа, видите, у нас все мягенько, все здорово. Бадьянчик можно вытащить, он не сдался нам. Да, еще надо посолить. Маловато я это сделал в начале, поэтому исправлю сейчас. А так, ароматы, слушайте, ну вот честно. Я за эти полтора часа выходил из квартиры. Возвращался, когда лифты, двери открылись, и запах вот этот пошел, короче, востока. У меня запах востока на этаже теперь. Так, и в конце, конечно же, добавьте зелени, перемешайте все, и пускай это вместе настаивается, пока мы занимаемся другими делишками. Вот эта паста-машина делает лапшу, одну порцию, где-то 300 граммов лапши делает за 10 минут. В два раза больше лапши она делает за 15 минут. Поэтому я советую, прежде чем вы начинаете делать вот здесь вот лапшу, поставьте водички кипятиться, добавьте туда соли, и пускай вода пока закипит, чтобы когда лапша у нас будет готова, мы ее сразу отварили бы. В этой машине можно использовать разные насадки для пине, для приготовления листов лазаньи, для приготовления вот то, что мне надо. Я хочу сделать плоскую лапшу, я использую эту насадку, а здесь стоит насадка для макаронов, я ее, пожалуй, сниму. Так, первое, что мы сделаем, это поменяем насадку, я хочу использовать насадку для лапши, берем нужную, вот эта вот мне как раз и нужна, и вставляем, и закручиваем. А неиспользуемые насадки легко убираем обратно в паста-машину. Теперь вот она эта волшебная крышка, вот сюда мы сейчас добавим ингредиенты. На одну порцию нам надо 90 миллилитров, 95 где-то жидкости, вот здесь есть мерный стаканчик, рисочка, по которой мы добьемся этих 90 миллилитров. Вот так вот, у меня здесь яйцо, и водичкой я это все дополню. Засыпаем целый мерный стакан муки. Вот здесь нам выбрать надо, сколько мы готовим пасты, либо одну порцию, либо две. Запускаем программу, и теперь вольем жидкий компонент, прямо вот так вот, да-да-да. Видите, идет таймер обратного отсчета. Мы с вами делаем сейчас 300 граммов пасты. Она будет готова через 7 минут 21-19 секунд. Вот, друзья, и получается прекрасная лапша у нас, видите. Длину сами решайте, какая вам нужна. Специальным гаджетом можно лапшу обрезать в какой-то момент, и ждать, когда будет вылезать следующая порция. Срезаем. 300 граммов пасты, в принципе, готово. Там еще что-то выйдет, но в целом уже все. Вода кипит у нас, посолим. Хорошенько так. Даже еще, наверное, от души. Закидываем нашу самодельную пасту вариться. Как же это приятно все-таки. Естественно, надо все это перемешать, чтобы ничего не слиплось. Можно добавить растительного масла. Вариться лапша будет где-то 4-5 минут. Это свежая паста, она готовится быстро. Все, друзья мои, лапша сварилась. И теперь формируем лагман. Сначала выложим прекрасные домашние лапши. И потом зальем все это прекрасным соусом. Он же бульон, как хотите называйте. Кто как любит, много жидкости хотите, хотите мало жидкости добавляйте. Это уже по желанию. Ну вот как-то так. Ну и зелень, что там? Вот такие дела. Целая тарелка лагмана. Ребят, ну такое пафосное название на самом деле. Ну такое простецкое блюдо. Я не знаю. Ну это просто вкусное протушенное рагу с мясом и овощами. И с вкусной домашней лапшой. Вот она вся фишка. Не, ну домашняя лапша это конечно вот, ну блин, дорогого стоит. Баранина просто тает во рту. Дайте прям вот загребу с соусом. Все вместе, чтобы было. Лапша, мясо, овощи. Погнали. Это очень просто и очень вкусно. Делайте так же, ребят, не ошибетесь. Пропорции для лапши вы можете использовать ровно, которые я сказал. И делать это вручную. Нарезав ее или вытянув, как хотите. А так все здорово. Спасибо, что посмотрели. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok